Друзья, всем привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал. И в этом ролике я хочу рассказать вам о том, какие отношения у меня сейчас складываются с платформой Яндекс.Зен, какие изменения будут происходить на этом YouTube-канале, а также на моем первом и старом YouTube-канале, буду ли я возвращаться в Instagram. Вообще, расскажу вам о последних новостях, связанных со своим творчеством. Поэтому, если вам это интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Начнем с того, что за последнее время произошло так много внезапных, совершенно незапланированных событий, потому что, когда я непосредственно удалялась, удалялась, увольнялась со своей основной работы, то я планировала, что всю себя, все свое свободное время я посвящу развитию и работе своим блогам на Дзен. Который называется «Лени и черно-белые псы». Это блог, посвященный моей жизни с двумя овсярками в большом городе. Но я, конечно же, совершила большую ошибку, что целиком и полностью доверилась российской платформе. Потому что сколько всего произошло за все это время, и мне на самом деле по сей день непонятно, почему эта платформа не может работать нормально, как, например, YouTube, тот же Instagram, да любая другая платформа. Но если говорить российский, взять хотя бы ВКонтакте, который, конечно, медленно, но верно заглухает, заглушается и как-то уходит уже в небытие. Но, тем не менее, платформа, социальная сеть работает, она очень редко когда ломалась как-то тотально. То есть у меня абсолютно нет никаких претензий. Это хорошая, добротная, минималистичная вообще площадка для и слушания музыки, и общения с друзьями, и создания собственных там творческих пабликов по любой теме, да что угодно. Но Яндекс.Дзен, конечно, последняя капля стала, это то, что мне пришло оповещение о том, что для того, чтобы продолжить дальнейшее сотрудничество с Дзеном, мне необходимо прислать им свой селфи с паспортом. И я также подчеркну, что если бы подобное предложение поступало, например, от того же YouTube, возможно, я бы это и сделала, потому что никаких претензий к работе YouTube у меня нет. У меня за все годы вообще взаимодействия с YouTube не было, наверное, ни одного какого-то неприятного прецедента, который поставил вообще под сомнение эту платформу, вот честно. С Дзеном такого нет, у них постоянно что-то ломается. Что бы вы ни слышали об этой платформе хорошего, о том, что блогеры там гребут деньги просто лопатами, миллионами, в месяц зарабатывают там минимум 30-40 тысяч, я уверена, что, конечно же, такие блогеры есть, но это нужно очень-очень как-то... Я даже не знаю, как что нужно сделать, чтобы добиться таких показателей, потому что, ну, сколько я подписана на многих блогеров, которые делают отличный контент, но у них явно нет такого огромного заработка. И, ну, более того, все вот эти вот Дзен-понедельники, Дзен-пятницы, что у них сейчас там принято, там все так красиво и замечательно расписывают и приглашают блогеров, но на деле к авторам реально заинтересованным, адекватным людям относятся просто абсолютно неуважительно. Просто, на самом деле, не хватает приличных слов, чтобы описать. Не знаю, кто там стоит у руля, потому что все-таки рыба гниет с головы, и подлинные мотивы, какие-то логику Дзена понять, мне кажется, это просто невозможно обычному человеку. Соответственно, да, селфи с паспортом. И если бы это была какая-то реально адекватная платформа, может быть, я бы и прислала. Но при подключении монетизации мною и, собственно, Дзеном был заключен трудовой договор, куда я вписала абсолютно все свои данные, включая паспортные, ИНН, страховку, да все-все-все, абсолютно все, фотографии, то есть, и вот этих данных им недостаточно. Затем он еще селфи с паспортом, учитывая, насколько платформа постоянно ломается, практически каждый день что-то вечно происходит, статистика не обновляется, деньги не выводятся. Ошибочно алгоритм, их хваленый алгоритм блокирует совершенно обычные, миролюбимые материалы, которые не нацелены на провокацию, кликбейт и прочее. Ну, кликбейт это вообще отдельная история, абсолютно любой материал может быть заблокирован, и даже канал может быть заблокирован за кликбейт, хотя это очень размытое понятие, очень размытое, абсолютно любой музей можно подогнать под кликбейт, потому что, как мы знаем, человек все равно, читатель, клюет на заголовок, в том числе, например, я, если я вижу классный заголовок, он меня цепляет, я обязательно зайду и почитаю статью. И это получается, что уже кликбейт, в общем, непонятно, учитывая, что сам блог Яндекс.Дзен, у них есть собственный канал, он тоже часто выставляет совершенный кликбейтный материал. С чем это связано, мне непонятно, но Дзен придумывает правила, но самых категорически не придерживается, относится к авторам неуважительно. Ну и более того, мне написали, что если я не пришлю это селфи с паспортом, то монетизацию на моем Дзене, на моем блоге отключат. И это учитывая, что я два года своей жизни посвятила этому каналу, там вышло огромное, просто огромное количество материалов, очень много было вложено, я писала статьи практически каждый-каждый день, выкладывала эти видеоролики и просто вообще заморачивалась с развитием блога, и тут внезапно вот такое. То есть с Ютубом, например, у меня такого совершенно никогда не было. Поэтому я лично от себя не рекомендую вам возлагать о какие-то огромные теплые надежды на Дзен, на Яндекс.Дзен. Платформа хороша тем, что она дает достаточно хороший трафик, поэтому если вы хотите получить приличный охват, чтобы о вашем сайте или о вашем продукте узнало большое количество людей, то, конечно, флаг вам в руки, но лелеять вот эту вот мечту о заработке, о фрилансе, о том, что вы будете получать месяц стабильную кутую денежку и работать на Дзен, то, к сожалению, нет. Поэтому я, скорее всего, думаю, что прям вот с ногами и руками уходить с платформы я не буду. Буду иногда выкладывать какие-то материалы, но просто чтобы, ну, у меня там все-таки почти 8 тысяч подписчиков, и я как бы несу моральную ответственность перед этими людьми, кто за мной следит. Но все-таки я буду, конечно, призывать их, ну, может быть, не отписываться, но хотя бы следовать за мной в андатограмм и на Ютуб, о чем мы сейчас и как раз поговорим. Следующий момент. У меня есть два Ютуб-канала. Один старый, который я типа забросила, из которого я ушла, и второй новый, посвященный как раз-таки моей жизни с двумя овчарками. Он так и называется, как и блог на Дзен, Ленни и Чарно-Белые Псы. Поэтому, если вам интересны, все ссылки абсолютно на мои блоги, на соцсети и все творческие проекты я оставляю внизу. Поэтому заходите, если вам интересно. И я начала вот этот вот новый канал, который посвящен моей жизни с собаками. Как вообще это Дзен? Я, конечно, совершила ошибку, потому что вот реально я доверилась российскому. Дзен, это, кстати, вроде бы не чисто российское. У них где-то офис вроде как в Швейцарии находится, и с головной. Но не суть. Все равно у руля стоят русские, и все у них, конечно, через одно место. Если они внедряют определенный новый продукт или какой-то такой интересный софт, он вроде бы и неплохо, то само внедрение и сама реализация происходят очень неграмотно. Как говорится, внедрили одно, и поломалось что-то другое. Например, статистика. В общем, головная боль буквально каждый день. Я Дзене могу говорить очень много, поэтому если вам интересны какие-то конкретные темы, касающиеся этой платформы, то, пожалуйста, оставляйте мне в комментарии. И во мне родилась просто мысль, которую мне подсказали мои знакомые и хорошие блогеры. И не только блогеры, еще просто подписчики, что, блин, зачем ты так резко ушла на старого канала? Типа, ну, развивай его дальше, все равно там много подписчиков. И вести его, соответственно, так же, как я и вела раньше, в духе такой сборной солянки, именно канал Лени Лоренс. Ну, и второй канал Лени и черно-белые псы посвятить только-только животным, только собакам, потому что это все-таки такая более узконаправленная тематика, которая будет интересна далеко не всем. Ну, а там уже смотреть, конечно, что выстрелит, что пойдет. И в свою очередь я, наверное, удалю последние видео на канале Лени Лоренс, которые, типа, прощальные. И, ну да, попробую, наверное, реально, действительно провести некий эксперимент, какое-то время публиковать видео на старый канал, если все будет в порядке, если людям будет интересно, если пойдет какая-то движуха, то, в принципе, я, наверное, там и останусь, потому что Дзен абсолютно не оправдал мои надежды. Я от себя, вот лично, мое субъективное мнение, я не рекомендую Дзен для серьезных, заинтересованных и реально, ну, серьезно относящихся к своему любимому делу, к блогу людей. Особенно те, кто хочет работать и зарабатывать, и реально гореть вот этим вот своим проектом. Поэтому, да, кстати, напоследок я также добавлю, что я вернулась в Инстаграм, потому что, опять-таки, раньше у меня был Дзен, когда я выкладывала и фотографии, и видеоролики. Сейчас я плавно-плавно, постепенно, так, не то чтобы его забрасываю, но стараюсь переключать свое внимание на другие площадки, потому что, ну, это просто логично. Почему удержаться то, что тебя абсолютно не уважает, не приносит тебе никакого положительного отклика, уважения, и такое чувство, что авторов просто используют, выжимают их как тряпку до последней капли, и в конце просто ничего не остается, и их просто блокируют, выбрасывают, кидают там пса, и все. И гуляй, и гуляй, Вася. Поэтому вот такие вот у меня мысли, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Я оставлю ссылки на свои два канала на YouTube, ну, также оставлю вам ссылки на свои блоги на Дзене, подписывайтесь на меня в Инстаграме, если вам интересно следить за моей жизнью, и просто расскажите свое мнение обо всем этом, если вы сталкивались когда-то с Дзеном, или, например, у вас были какие-то инциденты с YouTube, с Инстаграмом, расскажите, чем все это закончилось, каково было ваше впечатление от взаимодействия с этими площадками, и очень скоро уже встретимся с вами в новом видеоролике. До встречи, пока-пока.